МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш музей был открыт 38 лет назад, и с тех пор мы по группинкам собираем серии ликви и ценности. Отданные нам жителями микрорайона, неравнодушны к живой истории. Наш музей имеет свой герб, который символизирует несколько эпох в истории нашего государства. Также в музее работает несколько постоянных экспозиций, одна из которых посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь представлены люди, чей героизм и патриотизм ковал победу на фашистской Германии. Ее основой стали наши земляки Пендинс. Но не только героизм русского народа ковал победу. Ее основой стало также великолепное оружие и стратегии. Перед вами представлена карта военных действий, макета оружия и боевой техники, которые одним своим видом внушали страх в сердце гитлеровцев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вашему вниманию хочу представить новую, открытую в 2019 году интерактивную экспозицию «Карты основных сражений Великой Отечественной войны». Данный проект участвовал в всероссийском конкурсе проектов педагогов по сохранению культурной и исторической памяти и стал победителем. Для работы в данной экспозиции необходимо иметь на мобильном устройстве программу сканер штрих-кодов. Нужно включить программу, навести наш штрих-код и ознакомиться с материалом. Также в нашем музее представлены VR-очки, с помощью которых ребята могут смотреть видеоролики и ознакомиться с определенными этапами Великой Отечественной войны. Сейчас я хочу вам рассказать необычную историю. Историю одного чемоданчика. Небольшой деревянный чемодан появился в нашем музее относительно недавно, ровно год назад. Это подарок учителя начальных классов нашей школы Воронии Натальи Валерьевны. Именно с этим чемоданом в далеком 1945 году вернулся с войны ее дед, купцов Анатолий Артемович. Вообще в семье деда Натальи Валерьевны было семь детей. Старший брат, Павел, ушел служить в 1939 году и, к сожалению, пропал без вести, о чем имеется запись в книге у мемориала памяти проспекта Победы. Средний брат Иван получил осколочное ранение. Когда же пришел черед служить младшего брата Анатолия, отец сам ему сделал этот чемодан, а мама положила в него мешочек с родной землей. Так родители хотели хоть как-то оберечь своего сына. Вернулся Анатолий Артемович с войны невредимым, а чемодан с тех пор стал своего рода оберегом семьи. После войны им хранили сетские открытки и игрушки. Когда же дети подросли, чемодан за ненавистью поселился на чердаке, где его вскоре обнаружили и внуки Анатолия Артемовича. Война – это уже история. Большая история, которую хранят фотографии, люди и вещи. Наш музей был основан в 1983 году, а спустя 6 лет закончилась война в Афганистане. Каждый из полумиллиона солдат, прошедших через эту войну, стал частью Афганистана, а Афганистан стал частью каждого из них. Среди участников той войны были ученики нашей школы. Одним из них был Вадим Блясов. Именно ему принадлежат эти вещи – значок, берет, портрет. Все эти вещи были переданы семьей Вадима в наш школьный музей. Родился Вадим 28 марта 1970 года. Жил на улице Леонова, в доме 37. Когда же ему исполнилось 7 лет? 1 сентября 1977 года он пошел в первый класс, средняя школа номер 18. Вадим был хорошим учеником. Он любил спорт, музыку и шахматы. А также он любил историю. Поэтому спустя несколько лет он решил поступать на учитель истории в Пенинский государственный педагогический институт имени Белинского. Но, к сожалению, не прошел по конкурсу. Спустя несколько лет, в 1988 году, он был зачислен в армию. Воздушно-десантные войска, так как хорошо умел прыгать с парашютом. Это была его мечта. Голубой берет, теняшка, форма. О том, каким он был солдатом, говорят его звание. Классный специалист, парушист и отличник. Воин советской армии. Вадим несколько раз участвовал в параде победы. В 1990 году должен был быть его третий раз. Но в январе этого года его часть перебросили в Баку для восстановления правопорядка. Вадим вместе со своими товарищами занял позицию на пирсе, который выходил над 250-300 метров моря. Оттуда было хорошо стрелять. Вот как это было. Рассказ очевидца. Мы прибыли на пирс. Там были камни, за которыми можно было спрятаться и вести стрельбу. Бой? Ну как его опишешь? Вадим все рядом был со мной. Потом вижу. Пал. Я к нему. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его. Но спустя три недели, 25 января 1990 года, не приходя в сознание, Вадим умер от ранения в голову. Отец Иван Иванович Плясов до сих пор хранит пулю, которую убил его сына. Проститься с Вадимом пришла вся школа. Учителя, одноклассники, родственники, знакомые и даже незнакомые люди. В последний раз в родную школу русские несли его на руках. За бой в порту Баку, за личное мужество и героизм Вадим получал медали. Одна из них за отличие в воинской службе, а второй – это орден Красной Звезды. Он получил его посмертно. Медали сына пришел забирать его отец, Иван Иванович. В жизни его звали Вадиком, Вадим, Вадикой. До Вадима Ивановича ему было очень далеко. Так как если бы он не погиб спустя месяц, ему бы исполнилось 20 лет. В 2020 году исполнилось 30 лет со дня его смерти. Но мы помним о нем. А теперь и вы знаете, что жил в пенсии такой парень, учился в школе номер 18 и погиб, исполняя воинский долг. Редактор субтитров А.Семкин